Боже, я так счастлив, наконец-то эта игра вышла в релиз. Всем привет, меня зовут Артур и сегодня мы с вами продолжим страдать в Dead Cells. Но правда, знаете, что мы с вами сделаем? Мы начнем играть ее, наверное, заново. Дело в том, что когда я только что в игру зашел, меня поприветствовали разработчики и сказали, что так и так, если мы хотим постигнуть все те изменения, которые они ввели и самое главное сюжет не пропустить, то нам желательно было бы начать заново. У нас как бы есть возможность продолжить с тем, что мы с вами достигли, но я все-таки решил, что, наверное, имеет смысл начать заново, раз уж тут действительно куча всяких изменений. Тем более, мы с вами уже довольно давно не играли в игрушку. Соответственно, тут еще до релиза была куча изменений, нам стоит их сначала изучить, я полагаю. Это ведь ты тут безголовый, который шляется в округе. Такой я? Да. Что такое? Язык проглотил? А, ну да, языка же нет. Восстать из мертвых странное должно быть ощущение. Наверное, ты уже понял? Ты больше не можешь умереть. Я не совсем понимаю это, но ты не первый, кто попал в эту ситуацию, если хочешь знать. Такой, а где остальные? Остальные. Так, у тебя своих дел не хватает. Короче говоря, непонятно, кто это такой, а кто это такая. Но, насколько я помню, раньше это была мужчина, по-моему. Я не помню, наверняка так. Давай возьмем гуг, потому что щитом я пользоваться не люблю. Так, ну в целом, я же говорю, изменений было довольно много. Вроде бы еще сделано еще до того, как вышла игра в релиз. Но я сознательно ничего из этого не смотрел, потому что хотелось... Потому что хотелось уже дождаться релиза. Так что сейчас будем сами заново все это дело изучать. Я думаю, это должна быть неплохая идея, если тут действительно очень много всего поменено. Тем более, вся проблема в том, что я немножко разучился играть, поэтому сейчас будем вспоминать, как это дело работает. О, отлично, кровавый меч. Единственное, что, блин, я, конечно, помню, сколько у нас всего было. Сейчас не очень приятно все это было потерять, но все равно я же говорю. Мы зашли до определенного момента... Так, пехотный лук. Я не помню, что он из себя представляет. По-моему, он просто имеет очень хороший урон, если я правильно помню. Ну, так или иначе, это пойдет нам на пользу. Мы довольно быстро дошли до... До какого там... До босса... Этого... А... Как называется так? Ага. Не уйдешь. Мы довольно быстро дошли в прошлый раз до босса... Башни. И, насколько я помню, дальше уже должен был быть последний босс. Я уже даже видел, как люди вроде бы как... Ну, не то, чтобы доходили, а просто видел, что люди делали ролики по поводу... Ммм... Четырех клеток. Я... А, я уже пытаюсь автоматически... Я помню, что мы вроде бы как могли бегать по стенке. Я пытаюсь автоматически это делать. О! Вот это надо! Нужно собрать 2750 монет перед тем, как уйти. Это были одни из моих любимых клинков. Я помню, что мой самый любимый клинок это тот, который... Ооо... Который можно было ударить... Ударить в спину. И он наносил при этом криты. Но самое лучшее, это... Это то, к чему мы будем, наверное, стремиться. А мы будем пытаться... Так, пойдем... Пойдем в зверство. Если здесь сильно ничего не поменялось, то, по идее, все это должно работать... А, 1650 монет. Ну, это хорошо, допустим. Подожди, я продавать не могу, а почему? Наверное, пока не могу, да? То есть, может быть... Может быть... Ну, это, получается, у нас первый заход, как бы обучающийся. Возможно, потом, когда... Когда у нас на огне споется какой-то кошелек. Может быть, тогда сможем... Сможем это делать. Ну, на самом деле, я сейчас чувствую небольшой вызов того, чтобы дойти как можно... О, прекрасно. Дойти как можно дальше... Просто на одной жизни. Это будет любопытно. Так, давай пойдем в следующий раз в зверство. Я помню одну такую МВУ сборку, на самом деле. Так, слушай, сколько у нас уже? Три, да? Мы собрали здесь три этих самых. Если я правильно помню, то мы можем просто идти уже дальше. То есть, дальше по... А, ну, прекрасно. Денег у нас все равно, но другие мечи не хватит, так что... Мы, по идее, должны были успеть чуть раньше, чем за две минуты, дойти до следующей локации. Там открыли бы тогда сразу новую, эту самую. Смотрите, кто здесь. Я коллекционер. И я единственный в округе, кто составит тебе здесь компанию. Приноси мне клетки, добытые из других. Взамен я обеспечу тебя полезными вещичками. А если наткнешься на чертеж, неси его мне, и я достану еще экспериментальных предметов. Ага. Так, ну тут вроде бы ничего толком не изменилось. Все вроде бы как и обычно. Единственное, что нам... Нам нужно будет сходу качать запас злота, запас фляг, я так полагаю. То есть, мечи... Ну, мечи, щиты можно не качать, потому что мы ими практически не пользуемся. Ну, по крайней мере, пока что. Первым делом будем качать сначала злота и фляжки, потом мечи. Возможно, луки. Луками точно надо будет пользуемся. Ну, короче говоря, на самом деле все, стоило бы прокачать. Подожди, а граната это что такое? Я уже не помню. Подожди, граната охотника. Открыть граната охотника в тюремных помещениях. Эта граната облегчает охоту за редкими... А, то есть, когда она у нас будет, мы сможем тогда искать чертежи. Точно. О, кровавую меч надо было открыть, черт возьми. Ладно. Ладно, пока походим с тем, что у нас есть. Оно, в принципе, тоже достаточно неплохое. Так, ты предлагаешь мне за 1050 монет чертовую мутацию. И где я тебе возьму? Мы с вами всегда брали Игдар. А, Игдар, получается, брали эффективность и кое-что еще. На самом деле, я думаю, что вот эту вот штуку, которую... Забавно. Они похожи на меня так. Слушай, на самом деле, это все довольно сильно... Что такое? Я не могу. А, это сброс мутации за 1050 монет. Тюб. Я извиняюсь, у меня уже все вылетело из головы. Хорошо. В принципе, имеет смысл лазить вот это вот дело, но мы все-таки не то, чтобы... Ничего совсем не знаем, правильно? То есть, нам надо только вспомнить, как играть, поэтому спасать жизнь нам, думаю, это не сильно понадобится. Некромантия тоже такое себе. Вот эта вот мертвая внутри прикольная штука. По-моему, раньше ее не было. Эффективность хорошая. Так, это что такое комбо? Ну, тоже неплохо. Особенно, если мы с вами пойдем в... Так, ну давай, наверное, сразу возьмем комбо. Потому что, в принципе, особо больше брать нечего. Ну, или да, вот эта вот смысл пускай будет. Потому что вот эти общие мутации, они, по-моему, потом закрываются, и их вообще нельзя будет использовать в дальнейшем. Ну, я имею в виду, что один раз берете, и все, и больше вроде бы как их нету. Я не помню, честно говоря. Короче говоря, пока... Возьмем эффективность в любом случае, потому что она снизит нам... с... этот, господи, время на перезарядку наших умений. Это очень полезная вещь. Посмотрим, что здесь сейчас... Как сейчас здесь сбалансированы... Как сейчас здесь сбалансировали тактические способности, потому что раньше они были достаточно имбовые. О, да! Здравствуй, кинжал-убийца! Я тебя обожаю! Вот этот кинжальчик, мы будем его качать, наверное, сходу. Помнишь, раньше можно было, получается, просто пойти в тактику... И считать, что ты победил. То есть я имею в виду, что ты зараза. Да, ножик надо менять явно. Очень слабый. Ну, ничего страшного. Они тоже не сильные, кстати говоря. То есть если мы с вами будем правильно идти, то мы с первого заклада можем даже босса завалить. По крайней мере, первого. А потом, знаешь, что сделаем? Потом можно будет пойти... Слушай, я на самом деле тебе так скажу. Я хочу очень основательно залитнуть в эту игру. То есть, если мы с вами пройдем все это дело, допустим, с одной клеткой. Клетка, получается, она увеличивает уровень сложности. Я хотел бы потом пройти эту игру с четырьмя клетками, допустим. Или с тремя клетками. То есть, чем больше клеток будем собирать, тем дальше будем сходить. Даже если мы игру уже разочек пройдем, я хочу ее пройти потом... А, мы не можем. Хорошо. Груди, ты помнишь, что вроде бы как могли пройти туда? Ага. Идем пока в зверство. Зверство я люблю, потому что оно было довольно динамичное. Тактика у нас была такая более скучная. Более эффективная, но более скучная. Поэтому пойдем пока в то, что поинтереснее будет. Дверь на пони можно было когда-то открывать, но только когда мы активируем клетки. Короче говоря, когда у нас будет много всяких активированных уже изначальных клеток, хватит денег на собрать сейчас, то мы попробуем пройти игру еще раз на... Допустим, когда у нас будет три клетки пройдем, когда у нас будет четыре клетки, пройдем ее еще раз. Просто игра меняется кардинально. Так, вот это вы делаете, конечно. Игра меняется кардинально, поэтому переигрывать ее будет интересно. Тем более это одна из всех игр, которая очень реиграбельна. То есть ей переигрывать будет чертовски интересно. Сейчас чертежи будут влиться только так. Посмотрим, что здесь сделали с тактикой. Имеет ли смысл ее снова, допустим, идти только в тактику или же нет? Раньше она была довольна имболу, особенно если ты соберешь запустим таж, то что ты будешь делать. Особенно если ты соберешь, допустим, две турельки вместе, или, предположим, или, предположим, одну из моих тактик, это когда ты собираешь этот... Получается, шипы какие-нибудь, потом еще собираешь капкан и заморозку. Ну, заморозку, честно говоря, я думаю, стоит использовать всегда. Так, в первый заход у нас есть определенная цель. Нам нужно собрать будет как можно больше золота и тушь, чтобы можно было просто по максимуму прокачаться с самого начала. Хочу попробовать еще другую тактику. Мне рассказывали, я помню, помню, когда-то было такое. Мне рассказывали, пробовали, чтобы я попробовал использовать пехотный лук. Я хочу попробовать сделать по-другому. Я хочу пробовать использовать пехотный лук. С, возможно, знаешь чем? С замораживающим луком есть такая вещь. Я его, правда, не успел тогда попробовать. Даже купить его не успел. Но очень хочется пробовать. То есть, попробовать, замораживая, попробовать сделать вот так. То есть, ты берешь пехотный лук, который наносит огромный урон сам по себе. Так, подожди, а что он умеет? Смотри, тут немножко поменялось все. По-моему, предыдущий вариант меню был немножко удобнее, не знаю. Так, подожди, 175 урона по замороженным целям. Прекрасно. Вот, прикинь, ты берешь лук, который замораживает, а потом берешь пехотный лук, который наносит огромное количество урона, и при этом еще 175% по замораживающим целям. Это было бы то, что нужно, я считаю. Пока что у нас, конечно, всего этого нету. Всего этого нету. Смотри, четыре этих самых. То есть, босс четвертый, в любом случае, должен где-то быть. Но мы его никогда не встречали, никогда не видели. Я даже... А, я ничего не могу использовать вообще. Я полностью голый. То есть, все, что мы можем сделать, это просто тупо идти прямо. Просто тупо идти прямо. И надеяться на то, что мы рано или поздно дойдем до этого. Как он называется? Босс на этом... Боже, да как же он? Я уже забыл. На мосту. Может быть, они его тоже как-то поменяли? Зараза. Так, я могу лечиться, к слову. Ты посмотри. Так, сейчас начнется. На самом деле, давай, наверное, подлечимся, потому что мы его в баню. Интересно, ты был заточен на то, чтобы меня убить в первый раз? Точнее, чтобы я вообще к тебе, наверное, не дошел. Но не тут-то было. Так, прекрасно. Первая наша способность. Которая что? Да, которая позволяет нам теперь лазить по лазе. Так, теперь давай посмотрим, что мы вообще... Где мы, правда, пропускали все это дело? А прикинь, за один тренировочный заход успеть победить... Мало того, чтобы успеть победить босса на мосту, а потом еще победить глаз. Это было бы очень круто. Так, что у нас... Сколько у нас денег, кстати, говорит? Две триста? Сколько там стоили? Мечи, я не помню. Надо будет сходить посмотреть. Потому что у нас было... Да, в принципе, все. Больше мы пока не можем здесь сходить никуда, да? К сожалению. Я видел розочку, я уже не помню, для чего не нужны были. По-моему, чтобы открыть какое-то место с чертежами. То есть, я имею в виду место, где будут лежать чертежи. По идее, так... О, прекрасно. Надо было, наверное, оставить ее пока не кушать, потому что она попняет довольно много здоровья. У нас сейчас... Со здоровьем, в принципе, все было неплохо. Единственное, что мы могли... Мы могли только один раз вылечиться, а теперь уже не раз... Ни разу, что это? Подожди, может быть, я не тут осмотрю, может быть, мне нужна статуя? Статуя короля острова? Король острова? Серьезно? Кто это? Как он мог что-либо видеть в таком шлеме? Наверное, потому что он телепат. Блин, это круто! Король острова! Может быть, это он как-то связан с тем, что мы бессмертные? Или, может быть, это его эксперименты с нами? Такие... Вот это, кажется, хорошее. Вот, по-моему, чтобы сюда попасть, мне нужно было как раз три розочки, чтобы открыть эту дверь. Одну мы уже пропустили розочку, но мы не можем пока ее забрать, потому что у нас нет способностей. А другая розочка, вроде бы, как должна была быть на полу. Но нам, честно говоря, толку с этого сейчас немного будет, даже если мы ее найдем, потому что найти одну розочку без двух других, это бессмысленно. Так, ну... На самом деле, я думаю, что я сейчас представляю для врагов довольно серьезную угрозу. Они не ожидали, что мы что-то умеем, похоже. Так, где это? Вот он. Ага. Твою мать. Я привык, кстати, что они бьют гораздо сильнее, поэтому меня как-то не особо пугает, что они вот наносят нам какой-то вред сейчас. Потому что я помню, как они с одного удара нас практически убивали, то есть нельзя было вообще раниться. А сейчас я чувствую себя немножко более расслабленно. Угу. Нясь, на самом деле, хочу тебе сказать, что вот конкретно эта игра, она хоть и является как бы метроид вами, но она очень необычна. То есть вот... На всей моей памяти из всех игр, которые мы с вами проходили подобного жанра, я имею в виду, подобного рода, эта игра уникальна. То есть... Ее переигрывать и переигрывать хочется раз за разом. А у меня лично такое желание крайне редко возникает. И если оно возникает, это очень о многом говорит, по крайней мере, для меня. Потому что я, как правило, знаешь, я когда прохожу одну игру полностью, то есть ее уже после этого проходить не хочется. А здесь, господи, здесь она выполнена настолько качественно, что ее хочется проходить, даже если ты ее уже раз прошел. Она просто очень расслабляет. Во вторая разочка. Мы ее не сможем забрать до тех пор, пока, по-моему, не сможем бегать по стенкам. Хорошо. Допустим. Идем пока сюда. Надо вспоминать, как использовать... Тихо. Да что ж такое-то? Да ты посмотреть. Да спрыгни ты вниз. Надо... Не то чтобы вспоминать, надо заново привыкать к использованию навыков. То есть... Чтобы как только ты заходишь в бой, сразу же использовать навык. А потом нужно будет взять мутацию, которая позволит нам использовать его чаще. Ну, чтобы он перезаряжался, чтобы его акад был немножко меньше. Угу. Почти секретка. Нет? Нет. И знаешь, что мы не сделали? Я, кстати, хотел вам когда-то показать отдельно... Отдельным роликом... А, мы здесь не пройдём, серьёзно. Хочет чай. Рекомендую. Я хотел вам как-то показать отдельным роликом тьму. Помните, здесь есть такая локация с тьмой, которую мы так и не смогли пройти вместе. Вот розочка одна, кстати говоря. Вот если я побить, то можно я сразу будет выбить. Но одна нам погода не сделает, но мы её пробуем всё равно забрать, потому что, мало ли. Вдруг это просто является как бы ключом. Может быть, в дальнейшем мы сможем его где-то ещё использовать. Давай, пойдём пока. Всё ещё пока что идём. Идём в Зверсу. Зараза, ты посмотри, такое впечатление, что они теперь бьют дальше. Я не знаю, защищают врагов. Нет? Короче говоря, тьма. Я не смог её тогда сами пройти. Мне показалось, что она довольно жёсткая и я подумал, что возможно мы это сделаем уже потом. То есть, из всего, что мы с вами не посмотрели, не высветили только тьму. Но я, к сожалению, потом сделаю всё-таки без вас. Ну, я просто делал забеги просто так. Для себя мне было приятно всё-таки подохнуть в эту игрушку. Вот, и вот так у меня всё-таки получилось. Причём, получилось очень спонтанно. Да твою мать. Очень спонтанно получилось, но получилось. Угу. И получается, что единственное, что у нас в итоге осталось из-за того, что мы не могли пройти, то есть я имею в виду помимо тьмы, учитывая, что я её прошёл, то единственное, что у нас осталось, это... Это так, это, получается, испытание. Испытание здесь особо жёсткое и не получается почему-то с ними совладать пока что. Ну, я думаю, это всё со временем нам придёт. Алмазик, серьёзно, разве там не должен был быть чертёж или что-то в таком духе? Давай, знаешь, что сделаем? Пока у нас есть такая возможность, у нас же есть возможность, там наверху был портал, нет? По-моему, нету. Нужно идти через этот. Идём, наверное, сходим к торговцу и купим у него мечи. Хотя, наверное, стоило бы, может быть, купить их уже на следующем этапе. Просто мне кажется, что следующий этап мы можем запороть, если мы не купим меч. Хотя, подожди, знаешь, что можем сделать? У нас же есть души, можно не покупать мечи, можно пока не тратить ничего, а попробуем, может быть, на следующем этапе что-то купить. Сейчас будет же снова кузнец, а можно будет попросить его выковать нам мечи новые. В частности, меч убийцы я очень хочу. У него есть очень классная способность, кстати говоря, подожди. Не, пока нельзя, ладно. у него есть очень классная способность у того меча, то есть, когда ты бьешь в спину, то вылетают криты бесконечные. Учитывая, что мы постоянно делаем перекат за спину, это очень важно. Так, запас золота обязательно, вот это вот все нам надо прокачать, желательно как можно быстрее, но для начала. Подожди секундочку, а почему чертежей у тебя нет? Я же тебе вроде бы дал сейчас чертежи какие-то, нет? Может быть, это теперь не так работает, как мне кажется? Ой, по замороженным целям, класс! Теперь остается, знаешь, что сделать? Остается теперь только найти, продать не могу, ладно, остается теперь только найти этот, заморозку, и будет шикарно. А, во, вот оно! То есть, я должен был прокачать один меч, чтобы теперь покачать что-то дальше, а ясно. Ну, кинжал убийцы надо прокачать сходу. Угу. Так, ну пока мы не можем ничего взять такого, чтобы можно было бы с самого начала купить. Так, подожди, а что здесь у нас? Еще 9 предметов разлокировать надо, чтобы здесь охренеть можно. Ладно, допустим. Да мы, наверное, будем брать то, что нам действительно пригодится. Предположим, что? Предположим, допустим, клинок убийцы. Он действительно очень нужен, тем более 12 клеток не так уж сложно собрать. Главное просто дойти дальше до этого дела. Видишь, получается, тут я уже не могу взять никакую мутацию. Можно взять вот эту вот очень полезную вещь, особенно, когда мы используем тактические способности. В данном случае комбо тоже было бы полезно, но возьмем эффективность, потому что комбо, я избегаю вот этих комбо просто по одной единственной причине, потому что потому что они действуют только на массу врагов, они не действуют на босса. Массу врагов, по сути, можно и так перебить, это не составляет особого труда, а вот с боссами придется серьезно попотеть. И на них, к сожалению, просто не работает. Не работают вот эти вот способности комбо и тому подобных, просто потому что они не вызывают никого, кто мог бы нам набить такого комбо. Поэтому на них эти мутации просто бесполезны. Граздо интереснее и выгоднее отличаются мутации предположим, на той же тактике. Тактика здесь вообще очень классная вещь на самом деле. Ага. Ну, мы пока что идем просто вперед. Не отклоняясь практически от кусов. Отклоняясь нам по сути некуда. Ага. Какой-то он слабенький был, тебе не показалось? Развалился просто с того, что я на него упал. Ну, это правда маг. Надо было бы немножко тактику подкачать. От тактики будет зависеть урон. Урон наших тактических способностей там, допустим, от меча. Ой, от лука и от пил. Но, честно сказать, я хочу немножко другое. Я хочу... А, насколько мы опоздали? Мы опоздали на 5 минут. Охренеть. Нам нужно было бы найти капкан, потому что незавершенного, помните незавершенного, его довольно проблематично будет победить без капканов. По крайней мере, моя тактика сражения с ним зависела от капкана в основном. Ага. Боже, эта игра настолько приятно играется. Это... Это просто что-то невероятное. Для меня эта игра это идеал отзывчивого управления. Она просто эталон, я бы даже сказал. Слушай, нам не дают качать почему-то отдельных навыков. Ну хорошо, наверное, давай просто тогда вкачаем разочек вот этого, потому что это сразу резко нам повысит очень сильно здоровье. Это важно. Что это? Посмотри, такими... такими свечками, что ли, да, обозначаются какие-то ключевые места. Кто-то стульет с другой стороны. Нет ответа. Слушай, а мы так и не вместе. Здесь действительно добавили. Уйди отсюда, чудило такой. Оставь меня в покое. Спасибо, что мы, кстати, может быть, еще раз? Ну ладно. Слушай, ну полезно, полезно. Если понадобится, мы вернемся обязательно. Угу. Мы так и не выяснили, кстати говоря, насчет сюжетного сюжетного предсказания этого одного персонажа, который нас преследовал, помните? Я думаю, что в этот раз мы должны с ним разобраться. Первый раз мы его встретили в... в тюрьме, кстати говоря. Я так и не понял, что он себя представляет. О, а ну-ка. Так, урон повыше, достаточно сильно выше, а при этом еще плюс 50% и вызывает коротечение. Но при этом он не наносит уронов по замораживающим целям, что самое хреновое. Но в принципе, наверное, и хер с ним, просто потому, что я не могу... А давай сделаем вот так. Мы луком практически не пользуемся, наверное, хотя мы пользуемся иногда, да? Давай сделаем вот так. Ну просто потому, что мне очень нравится эффект урона по замороженным целям. И если мы все-таки найдем что-то, что позволяет нам замораживать, это будет очень выгодно сразу резко. А луком... Луком мы все равно толком не пользуемся. В дальнейшем он будет наносить врагам сильно мало урона, поэтому будет сильно не... сильно не выгодно его использовать. Но пока что... Пока что вот этот меч будет хорошо. Который с горнаткой. Мгм. Да, твою мать. Кажется, пора есть курочку. О, кстати, можно включить... Я видел, вот такая интересная штука. Можно включить метроидовский... Ой, ой, господи, кослеваневский режим. То есть я имею ввиду, выбрать диеты можно сделать, можно питаться, можно, короче говоря, включить просто курочки из стен сплошные. Раньше я этого не замечал. Ну, вроде бы можно было тоже использовать такое... Не, я имею ввиду, включить такой режим, но раньше его не замечал. Так, а теперь давай, знаешь, что сделаем? Давай теперь пойдем в тактику, конечно же. Угу. Так, внизу. Желательно было бы сейчас первый забег нам не пропускать вообще никого. Потому что нам сейчас нужно собрать как можно больше клеток. Сейчас 12 клеток соберем, и как только дойдем до конца... Так, идем курочку с этим. Как только дойдем до конца, сможем сразу купить себе еще меч убийцы. Это будет очень круто. А теперь давай еще раз. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Одной курочки нам, в принципе, было бы... Будет более, чем достаточно. Угу. О, кстати, когда мы с вами грохнем незавершенного, мы сможем сразу же включить... А, ясно, здесь мы не пройдем. Сможем сразу же в следующий заход включить одну клетку. То есть это сразу же сходу увеличит там уровень сложности. Это будет довольно прикольно, я думаю. Но есть одна проблема. Нам нужно будет только прокачивать оружие. То есть я имею в виду, что если мы пойдем просто без прокачки дальше, то могут быть проблемы именно с... убийством врагов. Как бы мы сможем от них выращиваться более-менее неплохо, но просто убивать мы их толком не сможем. просто из-за ДП, с которым мы будем им наносить. Но на обычном уровне... О, это очень круто. Поддержка, она, по-моему, если я правильно помню, она увеличивает урон, если ты находишься рядом со своими... рядом со своими пушками, которые ты устанавливаешь. Ну, имеется в виду, тактическими приблудами, которые ты поставил на пол. Очень классная вещь. Хоть ты и выбиваешь ее как бы в самом начале, но потом ты используешь ее тупо везде. Есть еще такая классная вещь, как садизм. Ну, в смысле, я имею в виду, что Капперк. Капперк очень выгодная штука есть. Она, по-моему, увеличивает урон в секунду. Если враг, как-то кровотучий как-то или отравлен, или еще что-то с ним происходит. То есть урон в секунду от этого навыка будет увеличен. О, черный мост. Я вас поздравляю. Это босс. Честно тебе сказать, я не ожидал, что мы сможем, в принципе, дойти до босса с первого захода. Ну, просто, как правило, обычно первый заход он тренировочный, обучающий должен был быть призван нас наказать с ходу. Но только для тех, кто с игрой толком не знаком. А мы, получается, в свое время сделали на секундочку 600 заходов. Это не так, чтобы сильно много, наверное, но все-таки. Давай, знаешь, что сделаем? Давай возьмем сейчас тактику все-таки. Мне не нравится, что у нас нет никаких ни колечек, ничего такого, что могло бы нам увеличивать. Но хотя, они, получается, по-моему, из элитных выпадают. Элитных сейчас просто на них попадались. Я сейчас немножко пожалел все-таки, что взял тактику. Просто желательно было бы, желательно было бы, когда у нас есть выбор брать то направление, которое мы все-таки решили идти, но я имею в виду зверство, то желательно было бы уже в него и идти до конца. То есть, если у нас есть возможность его выбирать, то нужно было и выбирать, я думаю. О! Так, подожди. Замораживаются и горят при этом. Слушай, это прикольно. Можно было бы взять еще вот эту и просто кидать две... Так, на денег нам больше нет. Просто кидать две пушки на пол, но мы все-таки будем... Так, подожди. Теперь сделаем вот таким вот образом. Да, теперь у нас будет основное оружие, то, которое бьет по заморозке. Теперь будем замораживать цель и добивать его вот этим. Ну-ка. Хорош! Проблема только в том, что он перезаряжается очень долго. Хотя мы вроде бы и взяли. А, ну да, там же на гранаты не влияет точно. Зараза. Ну ладно. Будем, значит, его использовать только в тот момент. Только в тот момент, когда будет врагов много. А сейчас будем использовать оружие, которое будет бить посильнее просто. О! Тихо, тихо, тихо. Самое прикольное здесь то, что очень много задействованного кнопок, очень много всякого, в принципе, микроуправления такого, но в целом... Оу! Там ничего нету? Серьезно? Я думаю, что там есть секретик. Ладно. Я вроде помню, что должен был быть какой-то. Серьезно, ничего нету? Я немножко разочарован. Ну ладно. Не будем испытывать удачу. Пойдем лучше дальше. Ну и в баню. Хочу сказать, что очень много микроуправлений используется. То есть перекаты, прыжки, потом, помимо прочего, все... Короче говоря, все кнопки геймпада задействованы, но при этом все это крайне приятно работает. То есть ты не путаешься. Вот у тебя есть два одинаковых меча, но ты точно знаешь, какой ты сейчас используешь. Короче, хочу сказать, что если вы испытываете какие-то проблемы в преодолении каких-то сложностей в этой игре, то скорее всего это проблемы только лично в вас. Не в игре. То есть на игру спихнуть не получится. Здесь во всем будут виноваты только ваши руки. Так, берем сразу мой любимый меч. Давай. Да, черт возьми, кинжал убийцы. Обожаю. Посмотри на этот урон. 1110 урона в спину. Это просто что-то с чем-то. Так, возьмем его сюда. Что еще можем взять? Вот это надо было бы. Вот это и что-то вот из этого. Но пока что давай, наверное, пойдем в поддержку. Угу. 39, я думаю, мы не сможем. Хотя, с другой стороны, мы идем в бус, а может быть и получится. Может быть и получится, черт его знает. А, я могу отсюда взять? Серьезно? А почему не мог тогда взять что-то отсюда? Я думаю, что из одного вида навыков берется только одна мутация боеприпасов. Это нам не особо нужны. Некроматер тоже такой себе перезятки для гранат. Наверное, знаешь что? Наверное, да, потому что только одна единственная граната у нас сейчас может замораживать цель. Это очень важный момент, поэтому наверное, да. В обычной ситуации я бы не взял бы мутацию на гранату на самом деле, потому что гранатами я практически не пользуюсь. это на такую себе. Так, чай. Оставим на трупе этого засранца розочку. Розочку сановника. Ну, здравствуй. Консьерж? В смысле? Ты же был Тефроготом? Нет, я не помню, как тебя звали, честно говоря, уже. Тихо. Тихо, 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 родной. Даже не знаю, чем выгоднее было бы его колбасить. В спину? Или по заморозке бить? Или и тем, и тем сразу, сходу. ха-ха-ха-ха. Засранец. Блин, без каптанов будет проблемно. Проблемно, особенно, когда он сейчас скакать начнет. Поэтому можем не пережить. Он стал как-то посильнее, или мы просто слабые еще пока что? так, сейчас начнутся проблемы. Наверное. А, может быть, и нет. Хрен его знает. Он пока что не прыгает, в этом весь прикол. А как начнет прыгать, вот тогда начнутся проблемы. я пытаюсь его и тем, и тем, чтобы как-то его кровоточить и все сразу ему все сразу не дуги жизни ему сделать. Ага. Начал беситься. Хорошо. Допустим. Оу. Давай подлечимся на его баню. Пока есть возможность, да? Ха-ха-ха. Банан. Засранец. Боже, как мы с тобой давно не виделись? Как-то ты раньше был послабее, по-моему. Я, конечно, не хочу зарекаться, но... Но он реально был послабее. Это круто. Это реально круто. У меня, правда, меч был очень хороший на момент, когда мы к нему доходили раньше. Тихо. Нет. Не-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Не хочу так тупо подыкать. Слишком тупо. Я уже боюсь с него подходить. Засранец. Нужно добивать. Нужно с ним кончать. нет. 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 Засранец. Так же все хорошо шло. Вот стоило потерять контроль на мгновение и все. Не, ну он был раньше действительно послабее. Уже вернулся? Похоже, не сладко тебе пришлось. Ты не права. Мне было хорошо. Заметил ли ты, что все вылетит немного иначе каждый раз? Кто-то может подумать, что остров жив. Смешно, не правда ли? Но такое. Так, там пока ничего нету, но хорошо. Знаешь, я немножко расстроился. Не получилось. Но постой. Что-то не так. Что-то не так. Я хочу сказать, что вроде бы должны были быть капсулы, вот это вот все дело, а почему их нету? Слушай, окей, давай попробуем к нему еще раз просто дойти. Может быть все-таки игра хочет, чтобы мы его убили? А ну давай. Смотри, я кое-что еще нашел. Судя по всему, все сюжетные моменты начинаются, я имею в виду, показываются именно вот таким образом. Ну-ка. Дыра. Здесь что-то спрятано. Горох. Я не уверен, что горох выглядит именно так. Узник насрапал какие-то слова на стене. Зачем? Зачем заполнить тюрьму невер... тюрьму... заполнить тюрьму невиновными? А, хотел сказать невиновными. Сообщение БРВС, я тебя понял. Ясно. Очень интересно. Да, этого явно всего не было, так что в принципе я не жалею ни на секунду, что мы решили начать играть заново. И я знаю, что я решил сделать. Я решил завести блокнотики отдельную страничку для Dead Cells, где буду рисовать карту. Вот допустим, у нас есть основная локация, которая потом делится на два пути. Токсичная канализация, которую я сейчас вот открыл, где она вот видите, внизу есть. И следующий путь это то, куда мы с вами пойдем, чтобы надрать задницу незавершенному. Я думаю, это будет полезно. Может быть, в интернете уже есть такая карта, но я хочу нарисовать свою. Давай! Это пригодится нам, не на незавершенном. Ты только посмотри на это. По приказу короля, все особи с нарушением в проведении или с заметным ухудшением их внешнего вида должны быть заключены и подвешены за шею, пока не умрут. Какова? Если тюремный доктор подтвердит наличие инфекции. Ну, спасибо хотя бы, что как бы в скобочках написали. Рад, что они добавили эту пометку. На секунду мне указалось, что я... Да, вот я о том же. Вот я о том же. Вот хорошо, что добавили эту пометочку. Так, это узники. Варну спали достаточно хорошо проработать на ними. Пребывание этого заключения было прервано. Невозможно сказать, мужчина это или женщина. Что за инфекция? Слушай, это так интригует, я не знаю. Это прям прям новую жизнь вдыхает в эту игру. Мало того, что она сама поселит геймплей на охеренное, так она теперь сейчас становится сюжетно охеренное. То есть, я не знаю, она будет, наверное, одной из моих любимых наравне с Hollow Knight. Ну, теперь у него шансов не очень много. Знаешь, если бы мы сразу тогда взяли вот эту мутацию на стройе, ну, я имею ввиду, чтобы выжить после первого критического удара, то я думаю, мы могли бы ему надрать задницу. Но я думаю, что мы ему и так-то дерем задницу. без проблем, да, засранец? Слушай, здесь постоянно говорят о какой-то хвуре. Я раньше когда... Я не знаю, может быть, и раньше было что-то такое, но я, честно говоря, не замечал. Ну, я имею ввиду именно в плане сюжета. Я никогда не замечал, что здесь речь шла о какой-то хвуре. Угу. Мне очень нравится, кстати, вот этот... Тихо. Мне очень нравится вот этот красный меч кровавый. Прикол в том, что он наносит неплохой урон и при этом имеет возможность накидать еще кровотечение. Это довольно круто. Можно было бы его, знаешь, чем использовать? Можно было бы его использовать, предположим, с каким-нибудь огнем еще. то есть, делать сборку чисто на элементальный урон. то есть... То есть, огонь, кровотечение, там, и целая куча всего такого. Это было бы реально полезно. Мне не очень... Мне не очень нравится, что я закидываю ему неправильно закидываю ему капканы. Тихо. Ни-хи. Ну, честно говоря, капканы работают как положено. Так, у меня еще по нему прочее кровотечение накидывает ловушка. Но я буду бить его вот этим. Тихо. Не-не-не, у тебя не так уж много шансов на самом деле незавершенный. Ага. Он по нам, по-моему, даже не попал. Ну, конечно. Конечно же. никогда не говори, что при тебя кто-то не попадает, потому что он поберет тебя по тебе в ту же самую секунду. Не, урон, конечно, этих мечиков хороший, я имею ввиду красных. Все. Давай, до свидания, сволочек. Так, арбалет. Что это такое? А, это чтобы можно было проходить ежедневные испытания, по-моему, да? Прикольная штука, там, по-моему, дают... А, я не помню, по-моему, там ничего не дают. Так, рона прецедента. Так, перманентная рона открывает доступ к ежедневным испытаниям. Не, на самом деле, хорошая штука в плане того, чтобы можно было... Чтобы можно было как-то разогреться перед тем, как начинать забег. Действительно прикольно. Так, ну, бесцветные. Кстати, да, появились какие-то, судя по всему, новые вещи бесцветного уровня, на которые, судя по всему, не влияет никакая из прокачек, они сами по себе являются мощными. Изначально по замораженной цели же замораживает других фугов вообще шикарно. То есть, меч шикарный получается. Мало того, что у него охеренный урон, при этом он еще очень круто. Но и при этом я бью на 100% урона по врагам и по мне бьют на 100% больше. Но, честно говоря, это вполне себе приемлемо, я считаю. Прикольно. Очень круто. Реально классно. Мне такой сильный урон наносит, поэтому деревня. Так, подожди. Давай отметим черный мост. Через черный мост мы идем в деревню. Я потом чуть-чуть... Деревня. Я потом чуть-чуть удобнее все это дело распишу. Ну, короче говоря, в принципе, цель выполнена. Мы грохнули одного из этих, но я не заметил, чтобы мы получили клетку. Клетку, которая помогла бы нам увеличить уровень сложности. Эй, коротышка, ты добрался сюда живым? В общем, ты меня понял. Я кузнец. Я работаю с коллекционером. Так что, если у тебя есть клетки, лучше твое снаряжение. Так, подожди. Теперь это работает по-другому. Легендарная кузь. Важно, не клеток, не увеличить частоту выпадения высококачественного предмета. А, то есть, получается, что ясно. Я даю ему тысячу клеток. Восемь тысяч клеток! Нихера себе! Таких цифр даже не знаю. Короче говоря, даю ему тысячу клеток, и он... Все предметы, которые тебе будут выпадать, будут сразу выпадаться с плюс один. Классно! Это реально очень круто. Это, получается, раньше можно было отдельно. Ты прокачиваешь отдельные предметы, но если тебе выпадал... Если тебе выпадал предмет, предположим... Давай! Если тебе выпадал, предположим, какой-нибудь щит тот же, ну или еще... О, ледяный лук! Или еще что-нибудь в таком духе, то... На восемь секунд с каждой атакой оплачать 30 уронов просто... Как-то не очень звучит, честно говоря. Я думаю, что стоит прокачать запас золота, может быть, или лучше даже меч... Ну, короче говоря, что-то вот из этого стоит сейчас качать. Это сразу продать. В общем, если тебе выпадало что-то из того, что ты не качал, то оно было нулевого уровня, поэтому начинать с этим было практически нереально, короче говоря, потому что враги жирные, а у тебя все нулевого уровня было. Вот, а теперь, получается, сделали так, что все будет первого уровня. Ой, ну да, первого уровня. Так, подожди. Получается, что мы отсюда можем с вами попасть в дремлющее святилище, которое в свою очередь приведет нас в башню и в деревню. То есть, получается, что если мы пойдем через Черный мост, то в итоге мы попадаем... В итоге мы сможем попасть либо сюда, либо сюда, либо деревня, да? Потом надо будет переписать это все в более-менее понятный вид. Деревня, либо святилище. Есть еще немножко непонятный момент с кладбищем. Я не помню, мы там были всего разок, довольно прикольное место, но не помню, куда оно нас вело. По-моему, оно вело прямиком в эту темное подземелье такое, которое я потом прошел отдельно сам за кадром. Раньше требовалось несколько дней, чтобы рыло что? Ладно. Так, ну здесь, я помню, достаточно жестко должно быть, но учитывая, какой у нас меч, все должно быть очень легко. Посмотри на это. Замедляет, в смысле, господи, самое, замораживает, при этом бьет еще, бьет еще, бьет еще по этим самым, по льду, ну катастрофа, это просто шикарный меч. Чересчур сильно повезло такой меч выбить. Жалко, что он еще при этом не меч убийцы, чтобы можно было критами в спину выбивать, я только прикинь, какой был бы в итоге урон. Так, вот эти достаточно опасные твари, с ними нужно быть чуть-чуть аккуратней. Охренеть. Так, ну тут уже начинает нас наказывать. Тут уже явно один удар, точнее, два удара мы не переживем толком. Не, ну такое на самом деле, то есть, по большей степени здесь меч влияет, то есть, если бы не меч, я бы питал бы сильно меньше урона, я думаю, но поэтому надо быть просто немножко аккуратнее. У нас с лечилкой проблема, мы не можем... Тихо. С лечилкой только проблема, просто не можем лечиться больше одного раза. Ну ничего страшного. Я не пытаюсь, честно, надеюсь, на самом деле, дойти до до еще одного босса. Но просто у нас такой хороший меч, что мы, в принципе, это можем даже сделать. Женщина, которая выбрала быстрый способ. Странно, она не выглядит зараженной. Должны быть ее последние слова. Хворь не доберется до нас, я защищу тебя. Я защищу тебя. Перерезанное горло. Охренеть, это ты... Это ты так защищать собиралась, да? Короче говоря, тут, судя по всему, какая-то чума. Люди не верят, что ее можно вылечить, и вместо этого они просто начинают убивать... убивать друг друга, считая, что это более гуманный способ. Ну, то есть, своего рода... своего рода... Тихо. Своего рода фтаназию делают, короче говоря. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Я не хочу с таким мечом так бесславно погибнуть. Но даже если мы случайно погибнем, в принципе, ничего страшного не произойдет. А, ну да, точно, мы же погибнем, но у нас при этом есть еще возможность использовать... Точно, 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 мы один раз можем погибнуть. Так, ну-ка. Выпускать залп и стрел. Хорошо, пойдет. Лучше того, что у нас есть в любом случае. Мы можем в не раз погибнуть, но восстановимся мы, по-моему, не с полным здоровьем, но зато потом, если мы дойдем дальше, то сможем выбрать другую мутацию. Заново то же самое мы выбрать не сможем, но зато сможем выбрать новую. Тихо. Стоит один раз их заморозить и все. И дело в шляпе. О, сейчас сможем повысить гору здоровья. Во, шикарно. Слушай, ну это просто что-то невероятное. Очень сильно повезло. С этим мечом просто невероятно. Быстрый. Мощный. Что еще надо? Чтоб критовал. Вот что еще надо, и тогда было бы совершенно шикарно. Ага. Вместо второго меча желательно было бы взять тоже какую-то сразу заморозку, но вместо магии, чтобы она замораживала, и тогда было бы еще лучше. Ключ я не помню. Если я... Я не помню, зачем конкретно он нужен. По-моему, здесь есть несколько дверей, которые можно было бы открыть. либо я открываю одну из них. Тихо. Либо я открываю одну, либо я открываю другую. То есть одновременно дверь я открыть, по-моему, не смогу. Поэтому, наверное, сначала перед тем, как я открою какую-то дверь этим ключом, нужно будет пройти чуть-чуть дальше и посмотреть, что я еще... Тихо, не та кнопка. Что я еще могу с этим сделать? Поэтому не будем слушать. Ах ты, мразь, ты что, умеешь стрелять вниз? С каких топор они умеют стрелять вниз? Тихо. Так, вот сейчас я могу очень сильно пожалеть, что я сюда вперся. Серьезно. Там вверху проклятый сундук, элитный воин. Давай сделаем так, давай пойдем чуть-чуть дальше. Возможно, у нас будет возможность подлечиться, а потом, когда мы все-таки подлечимся, вернемся, потому что элитный, скорее всего, убьет меня с одного удара, поэтому лучше не будем пока искать. Мы всегда можем вернуться, поэтому не будем по-напрасному жизнью раскидываться. Да, черт возьми, боже! Я просто, я просто в восторге. Теперь мы можем замораживать и при этом, короче, все, все шикарно. Теперь наш первый удар может стать резко смертельным. Во! Шикарно! Ну что может быть лучше? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! А, при этом она еще вызывает рой кусак. Вообще шикарно! Очень круто! Знаешь, мне было бы очень... Мне... Не то чтобы было бы, мне будет, сразу скажу, мне будет очень стыдно просрать такую сборку. Сборка сумбурная, у меня нет пока что такой, что в сильной логике, то есть, что дает, то уберем, по сути, но... Она все равно получилась очень мощная за счет того, что у нас просто есть вещи, которые позволяют нам... наносить большой урон. И все. Давайте на это возьмем, почему бы и нет. Теперь можно даже вернуться к вот тому элитному, кстати говоря. Попробовать, по крайней мере, ему задницу надрать. Я думаю, это... У нас есть все шансы, на самом деле, если мы не будем... Если мы не будем заниматься херней, когда будем его убивать, то все будет в порядке. Ага. И при этом у нас есть возможность с него что-нибудь такое выбить, чтобы можно было бы снять с себя, наконец, этот оттеншенник. Раба черта, потому что мы уже давным-давно не раб. Наверное. Я не могу сказать точно. Так, а где это было? Здесь, по-моему, да? Так, ну давай. Давай попробуем, почему бы и нет. А, серьезно? Даже не заметил. Прекрасный час снарядов вороны снижается. Дополнительно в двух воздухе. Слушай, ну просто, просто феноменально идем. Так можно и игру пройти. На самом деле. И при этом, я еще даже пока не понимаю, обучающие ли у нас сейчас идет... Обучающие ли у нас сейчас идет завек, или же нет. Потому что я знаю, что они должны немножко отличаться. Так, ну получается, что мы только здесь используем, чтобы пройти дальше. Ладно, у нас нет выбора. Чтобы пройти дальше, нам в любом случае нужно использовать его ключ с удовником. Где-то у нас должен был выбор, должен был быть выбор, но я уже не помню, когда и где он будет. Ага. А если бы нас убили один разочек, то мы бы в следующий раз, знаешь, что могли бы взять? Мы бы взяли бы, наверное, мутацию на тактику. И тогда возле... Ну, да. И тогда возле вот этих вот способностей, ну, я имею в виду, возле капкана, возле пил, мы смогли бы тогда использовать Эммидон, мы бы тогда смогли бы с повышенным уроном сражаться. Мои кусаки сильнее, чем ваши. Но правда, их кусаки достаточно гнусные. Если я правильно помню, они просто вылупливаются из не пойми откуда и начинают потом телепортироваться, преследовать тебя. И при этом они еще очень больно кусаются. Особенно, когда их много, они могут просто тебя загрызть, как пираньи. По сути. Угу. О, давай! Свиток! Прекрасно! Может быть, стоило бы, знаешь, что сделать? Может быть, стоило бы вот это вот взять, просто чтобы повысить здоровье, но у нас и так было, в принципе, неплохо. Давай, давай идем. Идем в урон, наверное. Урон не так, чтобы сейчас слишком сильно повышается, но он повышается. И пока он повышается, есть смысл его качать, я думаю. Граната. Нет. Оставьте себе. Так, подожди. Вот этот момент, это, по-моему, как раз проход дальше, да? Тихо, тихо, тихо. Главное пережить это дело. И тогда мы, в принципе, сможем подлечиться. Было бы неплохо, наверное, все-таки первым делом качать бутылочки. Бутылочек астротографически не хватает ни на что. А, мы здесь не пройдем. Ни на что не хватает. Так, ключ есть. А, подожди, мы все, мы прошли. Серьезно? Часовня. Ого. Чтобы первый заход дойти до часовни, это должно было, видимо, очень сильно повезти, что, собственно, и произошло. Так, ну хорошо, раз такие дела, давай вот что сделаем. Давай, а, ну, я уже вкачал, я уже не смогу. Ну, ладно, окей. Вот это вот нужно вкачать, чтобы начинать, чтобы начинать забег потом с какими, с каким-нибудь мечом, а не с этим самым. Поэтому сейчас прокачаем просто все, что стоит дешево. Ага. Ну, в принципе, я думаю, теперь имеет смысл качать вот этого дела. Просто если мы это не прокачаем, то мы будем потом в итоге начинать забег со стандартным мечом, хотя есть такая... Эй, ты! Я работаю на кузнеца. За небольшую плату могу починить твое снаряжение. Знаешь, я вообще-то не должен здесь находиться. Пусть это останется между нами, идет? Отлично, приступим. Сколько всего на тебе есть? А, я могу, я могу уже улучшить до плюс одного. Ну, кроме этого. Тут и так слишком какой-то дикий меч. Слушай, это круто. Это круто. А теперь, интересно, я буду получать как? То есть я сейчас улучшаю до плюс одного, предположим, да? А как это будет работать? У меня теперь будет ли на следующем забеге эта вещь плюс один? Или она будет все-таки только на этот забег? Я не знаю. То есть есть ли у меня смысл сейчас? Ну, я думаю, есть в любом случае смысл вот это использовать, да? Так или иначе. Но, в принципе, меня все устраивает. У нас все очень-очень-очень хорошо. Можно было бы сбросить пунктацию, но это не имеет смысла. Все и так, в принципе, неплохо. Так, а что еще могу сделать? Неужели он действительно таскал это на своих плечах? Не факт, не факт. Собственно, представить, как можно перековать гранату или лук при помощи такого инструмента. При помощи этого станка для заточки лезвия. Очень неближный игровой дизайнер. Очень самокритично могу сказать. Куски и части оружия и враней. О, я знаю некоторые из них. Серьезно? Так, ну хорошо. На самом деле я не испытываю никаких надежды на то, что мы сможем грохнуть владыку часовой башни, но дойти-то мы, может быть, дойдем до него, но вот грохнуть его у меня, честно говоря, я... Я не уверен, что получится. Так, давай смотри, деревня у нас ведет дальше. В частности... Подожди. В часовню. Вот так. Угу. Надо будет перерисовать потом карту, а то ни хера непонятно, что я, блин, понарисовывал. Так, вот, случайно. Помню, мы как-то дошли до часовой башни и потом я решил, что мы продолжим дальше. Я имею в виду продолжим в следующей серии, потому что часовая башня это же, блин, это же странная часовая башня в Метроид Ване. Она должна была доставить мне очень серьезные проблемы в свое время, помните? Угу. Попробуй-ка съешь вот этот вот мечик. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тах. Так, вот этот товарищ выглядит опасно. Я помню, кто это такие, но я плохо помню, чем они опасны сами по себе. Ну, короче, скажем так, опасны они, скорее всего, просто своим уроном. Я думаю, что если я один раз отхвачу от него урон, мало мне не покажется. Это, во-первых, идем пока сюда. Зачистим эту башню, потом пойдем по сторонам. Ой. Ну, ну я не знаю, честно говоря, давай, наверное, пока пойдем дальше. С элитным потом, может быть, разберемся. А, тут нужен ключ. Я тебя понял. Ладно просто не давать им по себя попасть, если наши, если у нас будет первая атака наша, то я думаю, мы сможем победить. Так, он там был элит, если я правильно увидел, поэтому нужно забегать сразу вот так. Ну это тихо, тихо, тихо. Зарсранец! Аккуратно! Ненавижу элитных! Но отъехал он крайне быстро. Фух! Так, неплохо, очень неплохо. Так, подожди, зредство, зверство и этот самый атаки рывком в низ про землю неплохо отравляет. Ну, наверное нет, наверное нет, потому что последний босс будет швыряться, будет швыряться всякими снарядами. Если у нас будет снижен урон, это, в смысле, снижен урон по нам будет неплохо. Будет очень неплохо. Угу. Такое чувство, словно, мы идем туда, куда надо. Так, здесь нечего врать, дай-ка посмотрю. Две тысячи, две тысячи урон, выстреливая стрелу и при этом еще критические, ну, в принципе, неплохо. Но пока что, пока что то оружие, которое у нас есть, его просто нечем заменить, серьезно. Ага. У них просто никаких шансов. Особенно, если они будут вот так по одиночке стоять. Я думаю, что единственные шансы будут только у самого часовщика. А до него самое главное дойти с какими-нибудь лечилками. О, смотри. Вот если бы мы взяли головишку и у нас был бы еще... у нас был бы еще кровавый меч, это была бы довольно прикольная комбинация. Так, подожди, это ключ, по-моему. Угу. Стоило бы, наверное, знать, что сделать. Стоило бы, наверное, сначала пособрать все ключи, а только потом идти открывать закрытые двери. Я не знаю, сколько их тут всего будет, просто может произойти так, что я в итоге... Давай, наверное, не пойдем. Это слишком опасно на данный момент. Я пока что немножко переживаю за здоровье. Давай пойдем не сюда, давай пойдем налево, потому что... Потому что вроде бы как игра хочет, чтобы мы сначала пошли на левую башню. Может просто произойти так, что в итоге... А, нас сейчас телепортируют сюда в самую траку, и тут мы должны где выжить, точно. Угу. Может произойти так, что я наткнусь на дверь, которая нам нужна будет, а у нас не будет ключа. Я не хочу, чтобы такого произошло. А то, может быть, мы в итоге не попадем к самому часовщику. Так, чтобы это открыть, нужна хотя бы одна клетка, использованная. Меня немножко, правда, смущает, почему до сих пор я не смог. А? Почему я до сих пор не могу использовать клетку, потому что мы вроде бы как убили первого босса, и клетку уже можно использовать, по сути. Угу. Так, подожди. А что, если мы используем колокол? Это можно здесь сделать, нет? Он как-то... Ну, в принципе, в принципе, он как интерпретийный предмет используется, но, судя по всему, бесполезно. О, а ну-ка. Вряд ли здесь будет что-то лучше, чем то, что у нас есть, и да, это действительно так. Но если бы мы его использовали с головешками, я думаю, это было бы неплохо. Мы бы тогда врага смогли бы взять тупо на измот каким-нибудь... Так, давай возьмем теперь вот это вот. Просто ждать, пока он сам подохнет, и все. Знаешь, я помню, мне как-то говорили, что вот это вот замедление, ну, в смысле... Ага, я тебя понял. Не замедление, а заморозка, что это достаточно лимбовая штука. Ну, в принципе, может быть. Ну, а почему бы ее не использовать, если ее можно использовать? Ого! 21 клетка! Нихрена себе! Шикарно! Главное не просрать все это... А, мы просрем в любом случае, я уверен в этом. То есть, победить часовщика, я думаю, что у нас нет никаких шансов на самом-то деле. Но если мы победим и пройдем дальше, мы сможем крайне неплохо прокачаться. Так, подожди. А здесь была закрытая дверь? Ее открыть в любом случае, я думаю, надо. Я так понимаю, нам нужно идти на правую сторону. Скорее всего, так башня с правой стороны будет финальная. Хотя, может быть, и нет. Я просто не помню, сколько их всего. Я просто хочу открыть эту дверь. Не хочу, чтобы у нас оставалось что-либо закрытое за стеной. О, идеально. Так, у нас есть здесь закрытая дверь, за ней просто находится артефакт, по идее, да? Но пока что, пока что пускай будет там. Я думаю, она нам пока что не пригодится. Главное не давать им делать удары. Ой, я помню, я там делал такую классную сборку у нас. О, зараза, ну, блин, странные ловушки, как же я их ненавидел. Они здесь реально конченные. Так, пускай они сами там с ловушками раздураются. Слишком опасно все это дело. Главное, чтобы у нас была возможность перед тем, как мы попадем к боссу, подлечиться не лечилкой, потому что она нам пригодится в любом случае. Так, подожди, а что здесь такое? Еще одна башня, серьезно? Ладно, я думал, что она всего, сколько это, всего три, я думал, будет. Но, видимо, нет. Не того! Не того! Ах, твою же мать, ладно, пока что, пока что не лечимся. Пока рано. Пока можем так выжить. Я думаю, что мы должны в любом случае какую-то крючку так или иначе найти где-нибудь. Должны, черт подери, я в это свято верю. Станцветов в окнах, может быть, там кто-то есть? Кроме часовщика, может быть, кто-то нам поможет если справиться, но я, конечно, очень сомневаюсь. А, смотри, мы можем открыть дверь здесь и пойти дальше. А давай так и сделаем, потому что артефакт артефактом, а вот попасть в часовую комнату с боссом это дорогого стоит, согласись. Ладно, идем пока дальше. Я пока не хочу идти. А, подожди. Ой, точно. А мы же можем... Мы же можем... Так, ну идем сюда. Мы можем... Когда мы пойдем в часовую башню, мы же можем там подлечиться. Точно. Я хочу сказать, что у нас будет передвиг небольшой. Там будет хаб, в котором можно будет пополнить лечилочки, так что все в порядке. Слушай, я зря переживал. Можно лечиться. Можно лечиться, но я пока... пока не стану. Слушай, у нас очень хорошая прокачка. 14, 4, 4. По-моему, это прикольно. А, и при этом у нас будет возможность все души влить. Точно. Вообще отлично. Давай тактику. Пускай будет тактика, потому что нам это пригодится. Урон от наших способностей на боссе сыграет более важную роль, чем большее количество здоровья. Просто заморозил и покосил. Главное, на ловушку не напереться, потому что ловушка сможет убить нас с двух ударов, на этот раз, она нас убьет, скорее всего. благо их здесь не так много. Как могло бы быть. Так, все. Зверства нам уже вообще не пополняют здоровье. Я думаю, что имеет смысл в следующий раз прокачать... О, шикарно! Прокачать будет что-то другое, чтобы пополнить нам немножко здоровье. Идти в баню. Проклятый сундук. На самом деле, можно было бы его взять, но нам придется тогда убить десять врагов. Поэтому лучше не стоит. Что это за место такое? Так, подожди. Я, конечно, все прекрасно понимаю, но что здесь? Ничего? Стоп! Этот туннель был очень грубо очищен. Не выглядит слишком прочным. Так, ну и сломать его тоже не могу. Старая пыльная сумка, которую давным-давно кто-то оставил здесь. Шикарно! Флешевая сумка. И узкий проход. Дыра в этой стене невероятно маленькая. Разве что ребенок может тут пролезть. Странно. Все это странно. У меня, честно говоря, даже пока что никаких догадок того, что здесь может твориться, нет. Ну, помимо того, что очевидно. То есть, помимо какой-то хвури, которая здесь разгуливает. Мне кажется, что все вот эти вот трещинки, все вот эти вот схроны, это все оставлено... А, мы все зачистили. Это все оставлено вот тем чуваком, которому мы в итоге стрелителем в тюрьмах. Который нам что-то скажет. По-моему, да. Так, ну хорошо, погнали дальше тогда, раз такие дела. Весь прикол в том, что здесь пока что нету тех врагов, которые могут нам реально как-то насолить. Мы сюда приходили, когда уже были проблемы посерьезнее, чем вот эти. Чем-то, чем-то, с чем мы сейчас имеем дело. Так, здесь мы ничего пока не можем сделать, ну, в смысле, ничего не нужно нам делать. Самого кузнеца, которому я бы, честно говоря, отдал бы души, нету, поэтому хорошо. Давай, давай пойдем в золото в таком случае. В золото и во фляги обязательно. Со следующего захода у нас будет их уже побольше. Так, ну, что я могу сказать? Так, подожди. Часовая башня. Она никуда не видит, кроме как к самому боссу, получается, да? То есть больше тут нет никаких походов. Так, босс. Хорошо. Ну, погнали. Что я могу сказать? У нас выбрасывал монет. Убьют, значит, так и будет. Так. Я уверен. Я уверен, что у нас ничего не выйдет. Но мы постараемся. Мы постараемся. Хранитель времени. Решил сходу мне задницу попытаться надрать, да? На, банан. Не, он будет беситься потом. Серьезно. Вот, например, сейчас. А, слушай, а ловушки мне помогают? Немножко. Тихо. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Да, шум тебе, чирки, дроли, соноку. Мда. Не, это, это невозможно. Хотя, с другой стороны, если я буду от него уворачиваться, то может быть и, может быть, невозможно. Фак, да, кстати говоря, когда он, давай покончим с этим, говорит, когда он к себе при... Когда он к себе притягивает, можно использовать заморозку, тогда, тогда все будет в порядке. Воу, 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 что я забыл? Я забыл, что у нас есть возможность выжить. Точно? А, засранец. У него слишком сильный урон. Это невозможно было. Ладно, я на самом деле ни о чем не жалею. Я пришел сюда не с самым любимым оружием. Оно было хорошее, но не идеальное. Но зато теперь, теперь в итоге я теперь вижу, что мы с вами прошли наконец обучение окончательно. И мы теперь можем начать игру по-нормальному. Странное место, как ни посмотри. Я представляю, какое будет зрелище, когда ты и коллекционер зажжете все фляги. Ты работаешь над этим, не так ли? Очевидно, ты откладываешь кусочки от него. Как и все остальные. А ведь когда-то у нас было здесь почти все зажжено. Нет, ну я вру, конечно, было очень много не зажжено, но многое было и было зажжено. Давай, знаешь, что сделаем? Подожди, а я не могу, я не могу, почему? А, только после этого я теперь могу собирать клетки с боссов, только после вот этого момента. То есть то, что мы так далеко зашли, это, ясно, это чисто наша заслуга ничего более. Можно было этим не заниматься, ну ясно, хорошо. В общем, я думаю, что на этом мы закончим и продолжим уже в следующей серии. Я думаю, что хорошая была идея начать все-таки с нуля, потому что очень много всякого появилось, а тем более, что нам нужно теперь заново все равно вспоминать, как играть. Ну в общем, как для тренировки, первая серия, я думаю, вышла неплохо. Я думаю, что в следующий раз будет уже лучше. Ладно, я надеюсь, что вам понравилось. Увидимся с вами в следующей серии. Все, всем пока, удачи! Редактор субтитров А.Семкин